Благодать Шалом! Сегодня мы поговорим еще об одном практическом аспекте благодати, точнее, еще об одном примере того, как благодать действует или должна действовать в нашей с вами жизни. Я хотел бы в начале этой программы снова процитировать тот стих из «Послания к Ефесянам», который, если вы смотрели предыдущую программу, вы уже слышали. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». Это 4 глава, 29 стих. И мой вопрос, как это должно работать на практике у нас с вами? Каким образом наши с вами слова? Должны быть не гнилыми, а доставляющими благодать слушающим. Я расскажу примеры из жизни моих друзей. Это израильская семья. Папу зовут Йони, маму зовут Верет. Еще у них есть сын, которого зовут Шмуэль. И имена вымышленные, но история настоящая, и я рассказываю ее с их разрешения. Пару месяцев тому назад мальчику, которому исполнилось уже 13 лет, захотелось кое-что выставить в Инстаграм. И он поставил туда фотографию одного очень красивого рисунка, выполненного карандашом. Родители, когда начали его спрашивать, это ты нарисовал? Он сказал, да, это я. И другие люди начали задавать ему вопросы. Кто-то устно, а в личном общении, а кто-то там в Инстаграме, в Интернете. Это ты нарисовал, Шмулик? Да, это я. Родители решили, надо посмотреть. Неужели ты сам это нарисовал? Дай-ка повнимайзней посмотрим. Он говорит, вот, пожалуйста, смотрите. Там шикарный рисунок. Родители, внимательно посмотрев на рисунок, сразу поняли, нет, это не наш Шмулик рисовал. Он так не умеет. Значит, когда они в присутствии сына усомнились в том, что это действительно нарисовал он, конечно, мальчик отреагировал с возмущением. Да вы что? Конечно, это я, это сущая правда. Что вы? Я не вру вам. В чем речь? Тогда Верет ему говорит, мама. Отлично. Это нарисовал ты. Потрясающе. Я так рад, что ты умеешь. Я не знал это. Такой сюрприз для нас с папой, что ты умеешь так рисовать. Сделай мне доброе дело. Вот тебе чашка. Принеси сюда, пожалуйста, листочек бумаги и карандаш. И нарисуй ее нам. Точно так же. Мы хотим просто убедиться, что ты действительно умеешь так рисовать. Мы даже не подозревались с папой. Шмулик берет, конечно же, бумагу, карандаш. Начинает рисовать. И, конечно же, не выходит на бумаге то, что есть в Интернете. Ложь его была довольно очевидная. И поскольку это был не первый случай, когда его ловили на откровенные лжи, шиты белыми нитками, то родители, разумеется, недовольны. А папа откровенно разозлился на сына. Но ребенок, тем не менее, стоит на своем. Это я нарисовал. Что вы мне не верите? Отстаньте, в общем. Йони, папа, ребенка, он мужчина. Как действует мужчина? Мужчина действует грубой силой. Может быть, не физической. Но в таком случае мы действуем логикой. Папа задает ребенку вопрос. Точнее, говорит. Если бы этот рисунок нарисовал ты, то ты и чашку, вот эту вот чашку, которую мама тебе дала сейчас, поставила на стол перед тобой, ты точно так же смог бы ее нарисовать в таком же шикарном стиле. Совершенно ясно, что это не ты. Как тебе не стыдно? Ты же вроде как верующий. Вот представь себе, что я расскажу вот об этом у тебя на молодежной группе. Вообще нет. Но это мой друг Йони. Его жена выбирает другую тактику. Она обнимает сыночка за плечи, выводит его в другую комнату, подальше от бурчащего папы. Там заводит с ним разговор по душам. Который звучит примерно так. Сынок, я не буду тебя ругать. Прежде всего, успокойся. Все хорошо. Я тебя не буду ни ругать, ни наказывать, если ты нам скажешь правду. В этом рисунке. Я тебя отлично понимаю, сын Оленька. Я сама, когда была девочкой, мне тоже очень хотелось всем показать, что я умею что-то такое классное делать. Когда мама, например, ждала гостей и пекла печенье. Потом, когда гости приходили, они говорили, «Вау, какие вкусные печенья! Кто их испек?» Я говорил, «Это я испекла». А печенье ты испекла, конечно, мама. Поэтому я тебя отлично понимаю. Хотя, конечно, врать нехорошо, но я отлично могу тебя понять. И более того, я тебе скажу, я в тебя верю, сын. Я в тебя верю, в то, что ты сможешь отлично научиться рисовать, если ты просто будешь тренироваться. У тебя и выйдет не хуже, как вот на этой фотографии получилось. Так что, пожалуйста, скажи мне, чей же это рисунок? После того, как мама прокрутила эту пленочку мягким, ласковым голосом пару раз, мальчик оттаял и сказал, что «Да, я не рисовал этот рисунок. Рисунок нарисовал мой одноклассник». «А почему же ты выдаешь рисунок за свой?» Дальше спрашивает мама. Ну, позавидовал я мальчику, что он так классно рисует, и я выдал его за свой рисунок. По своим именем поставил его на Инстаграм. Значит, папа, сидя на кухне, слыша оттуда весь этот разговор, начинает злиться еще больше. Почему? Во-первых, экая досада, что сын, оказывается, пошел и в этом, в жену, а не в меня. Я аж такого в детстве не делал, как он мне, по крайней мере, говорит. Я уж не знаю, там, один бог знает, какой он был в детстве. Но он говорит, что он таким в детстве не был. Не выдавал чужие успехи за свои. Значит, мамочкины гены достались. Сынули. Папе это, конечно, ну как такое стерпеть. Ладно, мы хорошие мамочкины гены достались. Сынули, а то вот такие. Во-вторых, надо было додуматься присвоить не чей-то рисунок, а рисунок одноклассника и выставить его в интернет. Значит, логичный папа, когда сын вернулся на кухню, задает ему следующий логичный вопрос. Скажи, сынок, а у этого твоего одноклассника есть аккаунт в инстаграме? Мальчик говорит, наверное, есть. У всех у нас есть. Папа задает свой следующий логичный вопрос. А ты, сыночек, не подумал, что будет, если твой друг, одноклассник, зайдет к тебе на страничку и там увидит, что ты его рисунок выставил под своим именем? Какие после этого отношения будут с одноклассником? Не подумал о своей репутации в классе? Шмуль говорит, нет, не подумал. А чего ж не подумал-то? Ну, так завидовал, что уже не до мысли было. Ну, после этого папе совсем досадно. То есть, мало того, ложь. Такая глупая еще ложь. Ребенок не просчитал даже одного хода. Это что, мой сын, который не может даже на один ход вперед подумать? Тут приходит снова мама и говорит мужу. Хватит ребенку нотации читать. Лучше вдохнови его учиться рисовать. И всели в него веру в то, что у него получится. Муж, поразмыслив, понял, что жена, конечно же, и на этот раз права. Сменил гнев на милость, подошел к сыну, похлопал по плечу, погладил по голове, сказал, молодец, что уже удалил эту фотографию с Инстаграма. Я уверен, что у тебя получится, если ты будешь стараться. А я поищу, может быть, есть какое-то учитель рисования, которого мы тебе найдем. Вот такая история, невыдуманная. В чем мораль этой истории? Когда папа услышал, что сын соврал, да еще так глупо, он отреагировал каким образом? Разочарованием и гневом. Конечно, он не кричал на ребенка, он его не ругал, не бил, но ему было крайне неприятно, и он дал ему почувствовать это и своими словами, и своим тоном, а также угрозой пристыдить его за эту ложь публично. И реакция ребенка была очень показательная. Самозащита, отстаньте от меня, сменим тему, и вообще уйдите отсюда, или я ухожу. В чем же мой друг был неправ? Неужели его должна была радовать ложь сына? Или он должен был притвориться? Что? Все в порядке, какие проблемы? Ну, подумаешь там. Ни в коем случае. Но ошибка его была в том, что он сосредоточил все свое внимание на поступке сына и дал ему почувствовать негативные последствия этого поступка сразу же, совершенно не приняв во внимание мотивы поступка своего ребенка. В центре внимания Йони было внешнее. То, что видно человеческому глазу. И тем самым он нарушил заповедь Господа, который сказал нам, не судите по наружности, но судите судом праведным. Это написано в Евангелии Атьяна, 7 главе, 24 стихе. В отличие от папы, мама поинтересовалась прежде всего мотивом этого поступка. Ее не заклинило на лжи и недальновидности сына. Она поняла, что двигало им. И поэтому у нее состоялся с ребенком разговор, который был гораздо более конструктивным, чем на обучение папы. Мальчик ее выслушал, понял, что она за него, а не против него. И папины аннотации тут действительно были совершенно лишними. Почему? К своим 13 годам Шмулик уже хорошо усвоил, что лгать нельзя, что это неправильно. Ему об этом говорили и папа с мамой дома, и в общении он это слышал неоднократно. И ему не только говорили об этом дома, и, конечно, его наказывали тоже за это. Потому что моралистов вообще среди нас верующих более чем достаточно. И вопрос, почему же все-таки он прибег ко лжи? И вот этот вопрос его папа должен был задать самому себе в первую очередь. Однако не задал, потому что попался в эту моралистическую ловушку, в которую мы иногда часто попадаемся. А ответ вообще-то на этот вопрос очевиден, если хоть чуть-чуть подумать. Ведь 13-летнему мальчишке очень важно завоевать уважение своих сверстников, их признание. То есть показать им, что он умеет делать что-то крутое. Что-то такое, что они посмотрят на это и скажут, что вау, это просто круто, где ты этому научился? Или хотя бы, хотя бы просто позавидуют ему молча. Но будет ясно, что они заметили, что у него что-то получается очень круто. Это потребность в осознании собственной силы, собственного дара, собственных способностей есть у каждого из нас. Без исключения. И реализовать ее можно выполнить в два условия. Во-первых, ты должен понимать, какой у тебя дар, или какие у тебя дары. Ну, как минимум дар, потому что дар есть у каждого человека на свете, верующего, неверующего. Бог не бракодил, я люблю говорить. Он не делает нас без талантных. Каждому он дает хотя бы один талант, как это есть в притче. Написано об этом в притче в 25 главе Матфея. Притча о талантах. Это первое условие. Ты должен понимать, что у тебя есть таланты, что он собой представляет. Во-вторых, этот талант ты должен отточить. Этот дар нужно отточить. То есть, конечно, есть уникумы и самородки, которые он первый раз берет в руки карандаш, начинает обводить карандашом по бумаге. У него получается мировой шедевр, который можно вешать в Третьяковку или еще куда-то, в картинную галерею. Но большинство из нас не такие. И я утрирую, конечно, даже самые талантливые люди должны свой дар отточить. То есть, они должны научиться делать хорошо то, к чему у них есть способность. Нам нужна помощь и на первой стадии, то есть, в распознании даров, которые Бог нам дал. И на второй стадии в обучении использованию этих даров. Кто-то должен помочь нам научиться правильно держать карандаш, объяснить законы, перспективы, как подбирать краски и так далее. И вот тут есть одна проблема. Научиться отточить, да, для этого нужно время и упорство. А когда тебе 13 лет, упорства, может быть, еще и нету в характере вообще. Или его немного. И еще тут нужно учесть, что вообще вся наша культура приучает нас к чему? Все проблемы сегодня решаются очень просто. Нажал пальчиком на экран своего смартфона или на клавиатуру в компьютере. И все, дело сделал. И поэтому, да, и к тому же стандартный, к тому же сам дар, возможно, еще не выявлен к 13 годам. И поэтому вот этот стандартный путь, во-первых, выявить свой дар. Во-вторых, поработать на тем, чтобы то, к чему у тебя есть способность, действительно у тебя начало получаться хорошо, а не любительский. Этот стандартный путь, он начинает выглядеть для ребенка 13-летнего очень непривлекательным, очень тяжелым и трудным. Пугает мальчика в 13 лет очень часто такой путь. И ему гораздо проще пойти к успеху гораздо более легким путем. Просто выдать чужой успех за свой. Реакция моего друга на поведение сына была начисто, на мой взгляд, лишена благодати. Первое, на что он обратил внимание, это на моральную сторону его поведения, а не на его потребности. Я повторяю, на моральную сторону его поведения, а не на потребности своего сына. Чему ли верующий отец? Он хочет воспитать верующего сына. И ему очень важно передать своему сыну свои духовные и моральные ценности. Однако, если это будет первым, что он будет пытаться ему передать, он совершит ошибку, на мой взгляд. Это все равно, что проповедовать о Боге голодному до того, как его накормить. Хорошим обедом. Прежде чем требовать от сына честности, Йони, на мой взгляд, должен был выяснить, а в принципе ребенок способен добиться этого результата, которого он хочет добиться, честным путем. Сможет ли он сам научиться рисовать? Хватит ли у него настойчивости для этого? А может быть, ему нужна помощь? Может быть, ему нужна родительская помощь? Больше ободрения, как минимум, от родителей? И вообще, может быть, рисование это не его дар? И кто должен помочь ему выявить? Кто должен выявить эти дары? Он сам должен себе их распознать в 13 лет? Или может быть, это ответственность родителей помочь ребенку в распознании своих даров? Конечно, сейчас кто-то возразит и скажет, ты что? Предлагаешь нам тут компромиссы с ложью? Конечно, нет. Вопрос даже не стоит о компромиссе с ложью. Вопрос стоит о том, когда и как реагировать на ложь и вообще на грех. Ведь суть нашей веры не в борьбе с грехом, а в жизни с Богом. И мы любим его, Бога, а не мораль, не обличение, не проповеди и не все остальное, чем обставлена религия. Все это необходимо, но это не является самоцелью. И поэтому важно, чтобы главное было на первом месте, а все остальное на своих местах и в свое время. Спасибо. Оставайтесь с нами. Шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова